В регионе завершились Дни Швеции. Деловая программа делегации из королевства была обширной, не менее насыщенной и культурной. Всю неделю иностранные гости удивлялись сами и удивляли самарцев. Картины современных европейских художников развесили на остановках общественного транспорта, а в музее Модерна открылась выставка фотографий из Инстаграма. Все от пейзажей из разных концов страны до портретов простых жителей и первых лиц королевства. Ирина Трофимова тоже увидела Швецию глазами шведов. Городские зарисовки вперемешку с сельскими пейзажами. Многонациональная, европейская и все же такая похожая на Россию. С бескрайними просторами, протяженность королевства две с лишним тысячи километров. Весь колорит природы и народа иностранцам решили передать через фото. Для этого даже объявили конкурс в Инстаграме. Фотографы это не профессионалы, это обычные люди, которые за своим телефоном делали фото и разделили это фото на хэштег «Enjoy Sweden». И там было на конце концов 60 тысяч фото. В коллекцию вошло всего 60 фото. В Самару привезли треть из них. Место выбрали не случайно. Именно в нынешнем музее Модерна долгое время располагалось посольство Швеции. А навстречу пригласили всех желающих и очень удивились большому вниманию к выставке. Очень грамотный и интересный ход показать именно через Инстаграм страну, потому что это некий такой социальный срез, это то, что человек там, живя в этой стране, видит каждый день и, ну, наверное, честнее и правдивее, но вряд ли можно как-то еще увидеть эту страну. На этом культурная часть дней Швеции в регионе не закончилась. Впервые в Самаре выступила джазовая певица и актриса Эда Магнесон. А картины современных шведских художников оказались на остановках общественного транспорта. Главная идея – сломать стереотипы. Отсюда и название проекта. Не каждый в Швеции ест фрикадельки. 14 работ украсили осенний городской пейзаж на месяц. Свернут эту необычную экспозицию 10 ноября. Ирина Трофимова, Александр Дудко, Новости губернии.